Вы знаете, даже я закоренел чиновник, начинаю перестраиваться под то, что происходит сегодня. Мы начинаем в прямом общении получать информацию, которую раньше не имели, мнение, которую раньше игнорировали. Мы хотели бы предложить на одной из опушек сделать такую штуку, как пам-трек. Такая волнистая трасса, на которой могут ездить люди любого возраста на велосипеде. Экстремалы ее могут использовать для своих тренировок, детишки могут использовать для досуга. Вот, например, Денис. Денис, панк построишь? Но тогда, мне кажется, что поставки в мире не в транспортах вообще ни с кем-то нет. Можно сказать, миром, а с коллегами, и выходить прямо на работу в ближайшее время. Давайте, если они не будут работать, все это вы скажете. Хорошо. Спасибо. Мы выявили основные трафики и транзит. То есть у нас получилась первая входная группа. Вот это самая главная, основная входная группа. Вот по этой территории, насколько я знаю, уже согласованы проекты. Это Декатлон и Макдональдс. То есть многофункциональная зона. Парковка, входная группа, лыжные базы, прокат инвентаря, кафе и торик. То есть всю урбанистическую составляющую парка мы концентрируем при входной группе. С тем, чтобы дальше парк уже развивался в экологической среде. Одни говорят, урман, лес и одновременно и парк. Это понятия разные. Лес и парк это разные. Здесь вот никто не говорит, где будут активные зоны, где будут пассивные зоны, где будет лес эксплуатироваться умеренно. Есть для леса такие понятия. Есть рекреационная нагрузка. Чем больше рекреационная нагрузка, тем больше лес теряет свою устойчивость. Здесь рекреации. Никто о нем ничего не говорит. Что-то планирует, что-то так. Есть такое понятие. Экологический емкость. Рекреационный емкость. Кто его почитал? Что будет с этим лесом? Я вот посмотрел на эти все проекты. Через 15 лет этого леса не будет. И листья профессиональные. Вот и все. Спасибо, все спасибо.